13.06 на часах. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметалин. Обычно в это время у нас начинается программа «Особое мнение», где есть один гость, один ведущий, но сегодня исключение. Сегодня исключение. Сегодняшняя программа будет посвящена итогам форума предпринимательства на Вятке 2015. У нас сегодня сразу три гостя в студии. Представлю их. Андрей Усенка, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, секретарь общественной палаты Кировской области. Добрый день. Добрый день. Илья Прозоров, председатель правления Банка Хлынов. Добрый день. Добрый день. И Андрей Вавилов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Я объясню, почему именно такой состав участника. Все потому, что Вятская торгово-промышленная палата является традиционным оператором форума предпринимательства на Вятке, то бишь таким локомотивом, благодаря которому все это дело движется. Бан Хлынов выступает генеральным партнером мероприятия, но Андрей Николаевич сам, бог что называется, велел здесь присутствовать. Ключевая дата была вчера, 26 мая, день российского предпринимательства. Я, кстати, с датой вас этой поздравляю. Давайте всех поздравим. Да, что было вчера, ну, безусловно, к этому перейдем, но вначале все-таки нужно напомнить о том, что же такое, да, форум предпринимательства на Вятке, который в этом году уже в пятый раз проводится. Андрей Павлович. Да, действительно, в пятый раз уже в нашем регионе состоялось мероприятие, форум, когда еще зародился его основной идеей, его основной концепцией, было объединение усилий всех заинтересованных сторон, всех общественных объединений предпринимателей, всех инфраструктурных институтов, кто занимается представлением прав предпринимателей. И нам действительно удалось это сделать, потому что за пять лет эта площадка стала для всех общей. Мы принципиально назвали форум открытым, это открытый региональный форум предпринимательства на Вятке, и мы приглашаем к его работе, к участию в нем все общественные объединения, всех заинтересованных предпринимателей. Поэтому вот уже пять лет совместно общественные объединения, которые по некоторым вопросам имеют на самом деле разные позиции, по некоторым вопросам иногда пересекаются, но... Разные, даже абсолютно кардинальные точки зрения? Бывает, что и абсолютно кардинальные, например, по вопросам тех же самых налоговых каникул, как показал форум, разные общественные объединения поддерживают с разных позиций относительно целесообразности. Сейчас лучше об этом поговорим. Но ценя саму площадку как возможность объединения усилий и выражение консолидированного мнения именно бизнес-сообщества, мы очень ответственно к ней относимся, каждый год организуем ее достаточно серьезно и, соответственно, получаем на выходе те результаты, на которые мы целируемся. Вот это основная концепция форума. Плюс несколько лет назад, точнее, три года назад, мы добавили к деловой части форума, к круглым столам образовательную составляющую, потому что мы увидели за потребностью предпринимательского сообщества получение не просто возможности обсуждения каких-то проблем и вопросов, а необходимость получения конкретных знаний, тем более в то непростое время, которое сейчас в нашей экономике имеет место быть. И мы добавили такую образовательную составляющую, в рамках форума проводится достаточно большое количество различных семинаров и мастер-классов, причем принципиально на бесплатной основе, что, собственно говоря, мы делаем, в том числе благодаря поддержке со стороны наших партнеров. Численность участников форума, численность этих образовательных программ в этом году по сравнению с срочными годами больше? Ну, примерно уровень такой же, то есть там кардинальных изменений не произошло. Я могу сказать, что 21 круглый стол состоялся за прошедший период, за полтора месяца с 14 апреля по 26 мая, соответственно, и 15 различных форм обучающих мероприятий, семинары, мастер-классы, еще какие-то. То есть в общей сложности больше 40 мероприятий, и общее количество участников, по нашим оценкам, без учета вчерашних мероприятий, составляло порядка 2,5-2 тысячи 600 человек. Это одни и те же люди? Ежегодно или все-таки? Нет, совершенно разное. Мы в этом году достаточно серьезно задействовали районы нашей области, потому что обычно большинство мероприятий проводилось в областном центре. В этом году были задействованы 4 района. Это Оричи, Вятские поляны, Амутнинск, Кирово-Чепецк, еще даже 5, наверное. Там были совершенно не те люди, которые ранее участвовали. И здесь у нас несколько тем было посвящено молодежному предпринимательству. Мы проходили вео-говоры. Да, это было впервые. Поэтому я бы так сказал, наверное, 50 на 50. То есть половина постоянных участников, кто все время участвует, но, так скажем, по долгу породу своей деятельности, потому что общественное объединение предпринимателей и половина новых. Андрей Николаевич, на Ваш взгляд, значимость этого форума в чем заключается? Скажу, практическая значимость для уполномоченного – это как раз обратная связь с мест предпринимателей. То есть это живые предприниматели, которые действительно каждый год их становится все больше и больше. и не несут, а озвучивают те проблемы, которые им мешают как-то развиваться. И не практические предприниматели. Общественно значимый все-таки сам форум лишний раз несет нашему обществу, что предпринимательство – это тот элемент экономики, к которому надо бережно относиться и всем миром помогать его развивать. Ну, в этом году Вы впервые в статусе бизнес-омбудсмена участвовали в форуме. То есть изменился Ваш уровень, изменился Ваш статус, взгляд, подход? Что изменилось? Мой подход никогда не изменился. Я общественник с 96-го года, и несмотря на то, что сегодня я заменуя госдолжность, мои подходы за эти 15-20 лет практически не поменялись. То есть я всегда в предпринимательстве, не то чтобы я в душе предприниматель, я не в душе предпринимателя, я просто предприниматель по жизни. Поэтому форуму большое спасибо именно в том, что мы на нем общаемся с живыми предпринимателями, которые несут опыт, несут свои наработки, которыми делятся не только проблемами, но еще и подсказывают власти, теперь уже как должностное лицо подсказывают власти, как их решать. То есть я раньше это просто нес сам из своих уст, обобщая опыт общественных организаций, сейчас я уже прислушиваюсь как должностной лиц. Илья Иванович, в чем Ваш интерес, интерес Банка Хлына за годы этого сотрудничества? Скажу сначала, в пользу случаям, хотел бы поздравить всех предпринимателей Киевской области с Днем предпринимателями. Очень приятно, что традиционно и второй раз мы отмечаем окончание форума именно в дату вот этого события. Интерес практически безусловно, бизнес-интерес. Мы достаточно, мы крупный региональный банк, 25 лет мы работаем на территории Киевской области и по сути считаем себя банком, который ориентирован в основном на субъектах малого и среднего бизнеса. И для нас очень важно, чтобы эта прослойка, прослойка этого бизнеса, она и обновлялась, и не теряла интерес к работе, и не теряла интерес к предпринимательству. Нам импонирует этот форум. В прошлом году мы приняли первый раз участие в качестве генерального партнера в этом форуме. Мы получаем обратную связь от субъектов предпринимательства и выявляем свои недостатки, корректируем сами себя. А практическая значимость нынешнего форума, в том числе, это площадка для того, чтобы наши предприниматели могли поговорить. Мы с прошлого года, с 3-го, 4-го квартала понимали, что если не будет общения, то очень сложно для бизнеса как минимум выстраивать для себя перспективы точки роста. Вы имеете в виду эту ситуацию, усугубление экономической ситуации. И та же площадка, Андрей Ильич сказал, про районы, тоже надо поговорить. Они должны быть ориентированы, они должны успокоиться. Два фразы, применительно к нашей банковской тематике, звучала на этом форуме. Первая фраза, в кавычке, это кризис, как его преодолевать. Вторая фраза, это доступность банковского финансирования. Очень важно, чтобы на этом форуме были затронуты проблемы молодого предпринимательства. Именно заложены те ростки, та уверенность, то желание работать в конкретно взятого субъекта. Мы располагаем достаточно крупной статистикой, и даже я участвую на круглых столах в рамках этого форума. Говорил, что тенденция на снижение, на закрытие в связи с прекращением деятельности, отсутствием необходимости в этой деятельности, где-то разочарование среди субъектов малого бизнеса, в частности, индивидуальных предпринимателей. И мы должны делать себе перспективу роста на следующие годы нашей с вами работы области, конкретно взятого, отдельно взятого кредитного учреждения, либо в целом банковской системы. Именно поэтому значимость форума в возможности сформировать позитивное предпринимательское мышление, она важна. Ну и, безусловно, вы знакомите участников форума со своими продуктами, да, и предлагаете стать, собственно, партнером. Результатом мы долго думали, и действительно было достаточно правильное предложение выдавать отдельное предложение для того, чтобы участники форума не просто выходили с открытыми вопросами, а выходили с решением. И как партнер, мы подготовили некую дорожную карту, есть конкретно взятый вопрос, и предоставлено решение в рамках вопроса к кредитному учреждению любому абсолютно. Ну, безусловно, мы предложили те возможности, которыми на сегодня располагают банковые, для субъектов малого среднего предпринимательства. Она была донесена и на совещании итоговым у губернатора Кировской области Никиты Юрьевича Белыха на площадках, дорожная карта присутствовала. Надеюсь, она будет хорошим практическим инструментом для применения. Это все то, что мы могли сделать. Андрей Леонидович, что было вчера, 26 мая, да, собственно, вот финал форума, ну, я так понимаю, там мероприятия в течение всего дня провели. Да, мы расходились с участием губернатора. Я хотел бы немного, скажем так, завершить тему вообще о форуме, да, перед тем, как перейти к конкретике. Вот, на самом деле, мы каждый год, в начале года, задаемся вопросом, делать форум или нет. Собираемся с общественными объединениями, с правительством области, с администрацией города и тоже размышляем, потому что много критических, на самом деле, оценок по этому поводу. Кто-то говорит, что смысла никакого нет, кто-то говорит, что одни и те же темы обсуждаем, кто-то говорит, что ничего не меняет, что мы ничего не сможем изменить, не сможем улучшить. Да, да, такие бассивные настроения. Но я вам могу совершенно точно сказать, что это ситуация, с которой мы периодически сталкиваемся в различных сферах. Мы не ценим то, что имеем, я это так называю. На самом деле, сам факт наличия в регионе такой площадки, которая существует на протяжении 5 лет и регулярно проводится и обеспечивает вот этот прямой контакт, достаточно большое достижение. Потому что, когда мы общаемся с коллегами в других регионах, там, где этого нет в принципе, и представить себе кто-то где-то это не может, о том, что предприниматели в свободном совершенно режиме через общественное объединение каждый год выходят напрямую на губернатора, на руководство города и могут там совершенно открыто и откровенно задавать вопросы, озвучивать проблемы. Есть масса регионов, где это просто не могут себе представить. Поэтому ценность форума уже в том, что такая возможность есть практически у каждого, и это она предоставляется. Другое дело, кто как ей пользуется. Что касается вчерашнего дня, действительно, целый гимн был наполнен мероприятием. Мы начали его в администрации города Кирова с встречи с главой города, с руководителями средних промышленных предприятий. У нас в последнее время достаточно много вопросов к городской администрации, связанных с бизнес-процессами и ведением бизнеса. Андрей Николаевич об этом говорит. Но они, как правило, всегда касаются вот этой сферы нестационарной торговли. Да, достаточно проблемной. Ну, как туда создается иногда впечатление, что других проблемных тем у нас абсолютно не существует. А иногда создается впечатление, что и другого бизнеса в городе не существует. Да, как будто только об этом речь идет. И мы вчера предложили, Владимир Васильевич, вам нашу институту поддержал, встретиться со средним таким производственным бизнесом. Людьми, которые много лет работают в городе, имеют собственные производственные площади, достаточно большое количество занятых вкладывают в свое развитие, которым, по большому счету, ну, прямо скажем, некогда о чем-то шумно заявлять, они всегда работают. Такая встреча в следующий раз состоялась, около 20 руководителей подобных таких предприятий присутствовали. И, что самое интересное, основные вопросы, которые задавались Владимир Васильевич, они не касались там конкретной проблемы, что вот помогите с этим. Они касались в первую очередь таких совместных предложений развития, то есть, условно говоря, мы хотели бы поставить производственный цех новый, для того, чтобы увеличить количество производимой продукции, соответственно, число занятых, налоговые платежи. Ну, нам надо содействовать в предоставлении земли. Хотя нам предлагают построить этот цех там в Ульяновске или в Казани, но мы хотим построить его в городе, потому что здесь мы работаем, здесь мы живем, здесь мы хотим развиваться. Собственно говоря, вот такого характера были предложения, они были очень позитивно восприняты, я надеюсь, что эта встреча там даст хороший конкретный результат. Дальше был традиционный круглый стол у губернатора области, вот каждый год форум завершается, вот этот его основной этап завершается как раз круглым столом Никиты Юрьевича, на котором мы озвучиваем те темы, которые в рамках форума были обсуждены и предлагаем либо решения, либо, по крайней мере, обозначаем те проблемы, которые были выявлены. Таких тем было несколько, достаточно интересных. Понятно, что остались темы, что называется, вечные, взаимодействия с контрольно-надзорными органами, налоговое давление и все такое. Ну, были интересные темы, актуальные в этом году, поэтому все это тоже обсуждали. За пример. Что за специфика этого года? В том числе тема введения налоговых каникул. Губернатор пообещал в ближайшее время внести соответствующий законопроект. Да, единственное, он предполагает, что начнет вступить в действие 16-го года, но мы надеемся, что он будет принят. Хотя, как я уже вначале говорил, неоднозначное мнение в общественном среде предпринимания. А противники этой позиции? Есть руководители общественных объединений, которые считают, что это нарушение принципа конкуренции. Все должны быть в равных условиях. Почему действующий несколько лет бизнес должен платить налоги, а только создающийся не должен. Есть определенная логика в этом размышлении. Мы это обсуждали на круглом столе. Но, правда, я сказал тогда простую вещь. Илья Павлович как раз приводил статистику бизнеса. Снижение количества индивидуальных предпринимателей в регионе. Я тогда просто очень сказал, если мы все вместе не будем содействовать увеличению количества предпринимателей и увеличить, соответственно, налогооблагаемую базу. И, так скажем, законсервируемся в состоянии той массы предпринимателей, которая есть, то налоговое давление на нее будет только возрастать. Другого пути у государства не будет. В общем, наращивать нужно число. Надо расширять налогооблагаемую базу, увеличивать количество легальных предпринимателей и вообще увеличивать количество действующих предпринимателей. И тогда может идти речь о том, что равномерно распределенная налоговая нагрузка будет более оптимальна, нежели чем сейчас. Ну, существует же тут еще один риск, когда долго работающие предприятия, они будут как-то вот заново пытаться. Есть риски дробления бизнеса, несомненно, потому что это такая постоянная тоже русская забава. Кто хитрее в государстве или его граждане. Государство придумывает правила, граждане придумывают, как их обойти. Ну, на самом деле, в налоговых каникулах предусмотрены достаточно серьезные ограничения, и по видам деятельности они вообще не касаются торговли. Социальное производство. Социальное производство и научное. Да, ну вот предполагается, что услуги еще, возможно, туда войдут, но торговля туда не входит, во-первых. Во-вторых, там ограничения по обороту, 6 миллионов по году. 6 миллионов по году, чтобы более-менее крупный бизнес до такого небольшого раздробить, это надо очень сильно постараться и издержки, скорее всего, будут больше, чем выгода. Ну, еще и система налогообложения либо упрощенной, либо потепенной. Да, да, соответственно. Поэтому мы все-таки считаем это положительным решением, особенно с точки зрения, во-первых, а, в принципе, демонстрации заинтересованности по государству в развитии бизнеса, и б, выполнения своих же обещаний. Если уж пообещал там руководство страны предоставить налоговые каникулы, то надо предоставить. Потому что мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что у нас всегда выполняют обещания по ужесточению каких-то условий деятельности, но очень редко выполняют обещания по улучшению. Вот, в частности, мы обсуждали в рамках форума новый закон о государственном и муниципальном контроле. Президент страны поручил внести к 1 сентября новый совершенно закон, который будет регулировать все, что касается контрольно-надзорных органов, за исключением силовых прокуратур, закон, его предпосылка, его внесение возникло на хорошем, совершенно благом намерении, перейти от плановой системы проверок к риск-ориентированной. То есть не просто там три года отработал, мы должны тебя проверить, оценивается риск, который может принести бизнес-деятельность для граждан, для государства. То есть, условно говоря, там, деятельность атомной станции или деятельность ларька по продаже газет, то понятно, что степень риска совершенно разная. И в зависимости от степени этого риска формируются требования к проверкам и их планам. Нам удалось найти текст этого законопроекта, который сейчас в Москве обсуждается. Я помню, 1 сентября уже должен быть внесен в Госдуму, соответственно, весь процесс должен будет произойти летом и вряд ли он будет очень публичен, потому что летом будет не до того. Ну вот мы его достаточно серьезно проанализировали. Мы видим там много недоработок, которые и с этой хорошей идеей, которую весь бизнес, в принципе, оценивает положительно, могут сделать совершенно не то, что там задумывалось. — Исходить как лучше? — Ну, как обычно, да-да-да, в черномызе. Потому что пока этот закон настолько расширяет полномочия самих контрольно-надзорных органов, что потом опять придется вводить закон, как вводили закон о защите прав малого и среднего бизнеса для того, чтобы хоть как-то эту бакханалию там прекратить. Вот одна из очень актуальных тем. Мы надеемся, что эти замечания и предложения, которые мы в рамках форума сформулировали и отправим в Москву, они будут все-таки учтены. — Какие еще важные темы? — Одна из достаточно серьезных тем – это налоговые льготы по инвестпроектам, то, что в конце прошлого года было отменено и, собственно говоря, там обращения бизнеса показали, что на эти налоговые льготы, которые достаточно невелики на самом деле, но больше являются такими показательными для особенно крупных федеральных интегрированных компаний, например, там ТГК или МРСК по Волжья, они показательны с точки зрения принятия решения об инвестициях в регион. То есть вот в этом регионе есть льготы... — Именно для инвесторов? — Да, это льготы для инвесторов, льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль. Они были отменены в связи с кризисными ситуациями и недоработками в законодательстве в прошлом году, но были достаточно серьезные и аргументированные обращения ряда предприятий. Правительство области, в принципе, так скажем, признало, что надо к этой практике вернуться, и законопроект соответствующий разработал. Он был обсужден на площадке торгово-промышленной палаты, был поддержан всеми заинтересованными сторонами. Сейчас он внесен в законодательное собрание, мы надеемся, что он будет принят, потому что это является достаточно значимым фактором. — И губернатор тоже, да, высказал. — Да. — Надежда на то, что депутаты... — Да, мы на это надеемся. — Несколько, да, мы тем затронули про налоги. Налоговые органы тоже участвовали, да, ведь? — Да, конечно. — Они как на все реагировали? — Налоговые органы у нас, в общем, достаточно активно вовлечены вообще во все процессы, касающиеся контактов с бизнес-сообществом и занимают, на мой взгляд, достаточно конструктивную позицию при контактах в открытом общественном поле. Но при этом мы, правда, имеем информацию, которая приходит уже от конкретных предпринимателей, да, вот то, о чем говорил Андрей Николаевич, то, что форум дает возможность общаться с конкретным конечным предпринимателем. И, конечно, там в бизнес-среде есть определенная, так сказать, серьезная обеспокоенность усиливающимся давлением, потому что налоговая инспекция начинает в своей работе использовать достаточно жесткие формы деятельности, вплоть до опросов пока там, да, а не до опросов, ну, определенных даже расследований. Мы понимаем, чем это вызвано, налоговая действительно достаточно серьезно относится к своей обязанности по начислению налогов, но такое внутреннее ощущение в бизнес-сообществе относительно усиления, ну, такого ужесточения работы налоговой, оно есть. Мы ведем диалог по этому поводу, и, в общем, как бы, позиция налоговой в том, что добросовестным налогоплательщикам предприятий нет. Согласно многочисленным исследованиям, да, основные моменты, на которые жалуются предприниматели, это налоги и высокие ставки по кредитам. Вот я хотел спросить про кредиты. Как известно, у нас с 5 мая ключевая ставка 12,5% составляет. Как сейчас, Ф. Павлович, обстоит ситуация в вашем банке с кредитованием? Ну, достаточно спокойно. Мы активно, в общем, вовречены в отслеживание позиций регулятора, в том числе, и когда мы там принимали решение о повышении ставки, мы действительно ориентировались на изменения, в том числе, процента политики Банка России. И на это ориентировались без исключения все кредитные организации, которые, там, с декабря месяца, там, плавно или где-то скачкообразно, там, перешли в рост ценообразования. Это был некий шок, и он дал о себе знать, и почувствовал интенсивность, в том числе, обращений со стороны бизнес-сообщества. Это, как бы, к дорезу, ко всему еще и это пришло. Но уже начиная с начала следующего этого года, мы, выстраивая стратегию работы с малым и средним бизнесом, ожидали и предсказывали для себя возможности изменения и откат назад, в том числе процентных ставок. Наши доводы, положенные в том числе в нашу стратегию, Банка, они начинают оправдываться. Мы уже дважды снижали ставки по кредитам, выдаваем субъектам малого и среднего бизнеса, но выдаваем и даже где-то снижаем ниже, чем, в общем, дает динамика ставки. Я посмотрел на сайте Банка Хлынов для малого бизнеса от 15%. От 15%. Мы ожидаем, не загадывая, далеко, что все-таки разумная ставка будет гораздо ниже, чем то, что мы имеем ценообразовании сейчас. Полагаю, что все-таки к осени, к концу лета мы придем, по крайней мере, не попадем в тот рынок, с которого мы начинали, но будем уже где-то близко к этому рынку. По крайней мере, мы к этому стремимся. Первое и ключевое для нас, это все-таки для всех банков это стоимость фондирования, номер один показатель, и второе – это количество риска в системе. Мы понимаем, что сейчас предпринимательство стало спокойнее. В этом заслуга, безусловно, всех и каждого, и даже вот то, что эти диалоги, которые не только на нашем уровне происходят с представителями надзорно-контрольных органов, с представителями органов государственной власти, но в целом по Российской Федерации, уже находятся те вопросы и ответы на них, которые позволяют бизнес-сообществу правильно выстраивать свою стратегию. Ведь залог успеха – это сбалансированная стратегия, возможность зарабатывать. Очень многое обсуждалось во встречах с теми же представителями налоговых служб, которые мы не имеем возможности сейчас зарабатывать. Мы не зарабатываем вообще. Именно этим обусловлено, по мнению бизнес-сообщества, низкая собираемость. Когда предприниматель понимает, каким образом он зарабатывает, он выстраивает свою стратегию, становится спокойнее, и здесь очень гармонично и органично входят все институты, включая финансовые ответы на учреждения. Андрей Николаевич, в отвежды эти? Спокойнее стал он предприниматель? Или, другими словами, охрану? Да, большого спокойствия еще. Да, единственное, наверное, все-таки те нововведения, которые – налоговые каникулы двухлетние и, действительно, снижение ставки и финансирование. До 2020 года все-таки допланироваться? Да, на два года, да. Там и предоставляется на два года. То есть ты открываешь ИП и получаешь на два года нулевую ставку налога. Ну, кстати, статистика из соседних регионов, вот уполномоченных, где уже введено было там пару месяцев назад, никто не ломанулся и не стал перерегистрироваться. То есть нет какого-то там шквала. То есть вот те опасения и налоговых органов, и каких-то других, теперь расскажу, некомпетентных коллег, которые предупреждались о том, что все ломанулся и перерегистрироваться, по крайней мере, в других регионах не наблюдается. Поэтому любое ношество, которое сегодня может как-то стабилизировать бизнес, надо вводить чем быстрее, тем лучше. банкам более открыто, может быть, играть с предпринимателем, в том числе у нас же появился инструмент агентства кредитных гарантий, это больше, наверное, среднего бизнеса касается, который часть рисков тоже берет на себя, создан на федеральном уровне. Поэтому предпринимателям надо просто сейчас собраться и еще раз нам все вместе продолжать работать. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу, после которой мы продолжим нашу беседу. Мы продолжаем наш разговор об итогах форума предпринимательства 2015. В студии Андрей Усенко, Илья Прозоров и Андрей Валилов. Вчера же еще состоялось вручение премии предпринимателей года 2015. 70 заявок было из 27 районов. Что это было? Кто получил награду? 17 победителей, насколько я имею в виду. 17 победителей по 8 номинаций. В разных номинациях разное количество. Больше число из районов нашей области. Совершенно разные предприниматели, от совершенно небольших до крупных достаточно предприятий. Премия уже вручается в десятый раз. Мы вчера предложили провести ее в здании правительства области, чтобы Никита Юрьевич вручил предпринимателям, которые в этом конкурсе победили, заслуженные дипломы и призы. Предложение было принято. Вчера все прошло очень торжественно, очень приятно для победителей, которые приехали из районов. Я думаю, что их заслуги были отмечены по достоинству. И их самих промотивирует на дальнейшее развитие деятельности. Ну и покажет, собственно говоря, то внимание, которое власти региона и общественное объединение. А по каким критериям, напомнить, оценивается? Деятельность для того, чтобы получить эту награду? Мы с Андреем Николаевичем члены жюри этой премии. Но это должен быть, видимо, абсолютно чистый, абсолютно честный бизнес, эффективный. Да, то есть там не может быть задолженность по налогам, там должен быть соответствующий уровень заработной платы, там должны быть хорошие показатели по росту, там ниже по баллам, ну не ниже прожиточного понятного минимума, но там по баллам оценивается средний уровень. В зависимости от этого выставляются баллы, что, соответственно говоря, там ставит на то или иное место предпринимателя. Там оценивается рост средней заработной платы, рост количества рабочих мест, социальная значимость, там, по-моему, 9 или 10 критериев, по которым идет оценка, да, инновационность, там, деятельность использования инноваций, общественная оценка бизнеса, то есть целый спектр. У нас достаточно серьезные там дебаты возникают, когда мы определяем победителей, потому что сначала мы выставляем просто оценки, а потом уже в результате диалога, зная, собственно говоря, о ком идет вещь, определяем победителей. Сельхозпроизводители, это да есть? Да, есть. Вы участвуете в списке победителей? Да, есть. Причем есть победитель еще и в номинации молодой предприниматель, как раз глава семейного фермерского хозяйства, молодой человек, вчера вышел, получил диплом. Было видно, насколько он этим горд и насколько для него это важно. Есть тоже в номинации молодой предприниматель, молодые ребята, парень и девушка, которые открыли кафе. За год увеличили оборот до 20 миллионов рублей, по-моему. Для района это очень серьезный показатель. И было видно, насколько для них важна вот эта оценка. Потому что, может быть, мы здесь в городе в некоторой степени уже привыкли к определенному большому количеству каких-то конкурсов, дипломов, наград. А отметить людей в муниципалитетах, которые работают каждый день иногда и без выходных, конечно. Ну, безусловно, это такой серьезный эмоциональный стимул для продолжения своей деятельности. Департамент развития, предпринимательства и торговли сейчас будет в течение нескольких недель принимать предложения, которые войдут в итоговую резолюцию. Все так, да? Да, да, да. То есть это устоявшаяся форма деятельности форума. Мы обсуждаем предложения в ходе, собственно говоря, там основного этапа, полтора месяца. Потом после клинарного заседания собираем, сводим это все в единую резолюцию, которая, как правило, там, 6-7-8 страниц занимает, где расписаны конкретные рекомендации конкретным органам власти муниципального, регионального, федерального уровня, к самим общественным объединениям, к другим институтам нашего общества. И потом в течение 8-9 месяцев до Нового года уже занимаемся реализацией этих предложений. Ну, мы задавали уже вопрос вам, да, собственно, что меняется-то благодаря этой резолюции? Есть изменения? Нет, есть серьезные изменения. На самом деле, знаете, тут вопрос, конечно, всегда можно там дискутировать на тему, из-за этого ли это произошло, да, но начиная там с самого такого гротескного, может быть, примера. На самом деле, на одном из, вернее, на первом форуме, который 5 лет назад, собственно говоря, там, прошел, в резолюции форума записано, там, ввести в России институт уполномоченного по правам предпринимателей. В резолюции нашего форума записано, которая была направлена в правительство Российской Федерации. Потому что еще 5 лет назад мы не получились, позаботились. И после этого, там, через несколько, не через какой-то период времени, там, из уст президента прозвучало, что это надо сделать. А я вот поделюсь, с вашего позволения. Ну, Борис Титов сейчас является. Ну и, соответственно, в регионах, да. Прошлый наш форум, который я тоже отчетливо сейчас помню, именно по нашей части, мы взяли на себя тему повышения финансовой грамотности. Что мы имеем сейчас? Мы провели это мероприятие, мы провели обучение в школах и прочее. И уже сейчас Центральный банк, он делает обязательные уроки финансовой грамотности в высших учебных заведениях. Я не полагаю сюда следствия. В специализированных высших учебных заведениях или вообще? Вообще. Вообще в целом. Экономика там нет? В целом. В целом вводится система образования. Раньше была проблема, то есть не входило учебный курс, это было сейчас учебным курсом. И это однозначно не результатом того, что мы поработали, там и направили. Но, по крайней мере, то, что мы были в тренде в НИКОМ, мы почувствовали проблему, и проблему на уровне Кировской области решили или постарались решить, мы можем смело ставить себе большой плюс, потому что мы начали раньше на целый год, по крайней мере. Какие сроки сейчас ставятся по, собственно, донесению этой резолюции до муниципальных государственных органов? В течение июня мы ее должны окончательно сформировать. Павел Николаевич дал 2-3 недели на подачу предложений, заявлений. Я думаю, что на 20-25 июня мы будем выходить уже на ее закрепление. В качестве примера еще могу привести, мы несколько лет в форумах говорим о том, что вопрос для предпринимателя в большей даже степени касается не общей величины налоговой нагрузки. С ней можно как-то жить, когда ты понимаешь, что она стабильна. Вот в чем основная проблема. Налоговое законодательство в России менялось по несколько раз в год. Одно из самых изменчивых законодательств. Мы несколько лет говорим о том, что необходимо ввести мораторий на изменения, касающиеся налоговой политики государства. Ну и, собственно говоря, в прошлом году в послании президента мы услышали наконец-то о том, что самое главное – это обеспечить стабильность и предсказуемость налогов. Мы надеемся, что это будет в полной мере реализовано, потому что именно это позволяет рассчитывать, собственно говоря, перспективный бизнес-план. Поэтому вот это те примеры, которые касались федерального уровня. На региональном, на муниципальном уровне, конечно, примеры более простые. Они касаются конкретных условий ведения деятельности, но это также есть. Те же самые сниженные ставки по упрощенным системам налогообложения, которые были приняты также в результатах обсуждения в рамках форума. То есть, когда есть аргументация, когда есть убежденность в том, что это необходимо сделать, форум позволяет добиться этих результатов. Начало года 2016-го, снова сядете, снова будете думать, проводить, не проводить. Снова будем думать, но я уверен, что мы и в этом кругу, и в расширенном кругу снова примем решение о том, что, несмотря на определенные сложности и нюансы, форум надо проводить, потому что он должен существовать. Ну что ж, спасибо. Завершается время нашей программы. Благодарю гостей. Андрей Висенко, Андрей Вавилов и Илья Прозоров. Спасибо. До новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok